я вновь приветствую вас дорогие любители хардкора сегодня наконец пришла пора поговорить о первой номерной части серии соус ее появление на свет а также о том чем dark souls отличается от demon souls и какие изменения в геймплее from software сделала в своем новом проекте а началось все на выставке tokyo game show 2010 где спустя год после выпуска нашумевших балетарских приключений from и выступили с анонсом своего нового проекта под кодовым названием project dark который фанаты демонов узрев его схожесть demon souls окрестили продолжением их любимой игры впрочем хоть в показанном на выставке видеоролике и угадывался стиль предыдущего проекта главный идеолог обоих игр хидатака миядзаки заявил что project dark это духовный наследник теперь уже demon souls и хоть новая игра не является прямым продолжением демонов понравится всем ее фанатам сделав анонс и показав ролик длиной в минуту фромы помахали всем ручкой и пообещав рассказать поподробнее о проекте в начале 2011 года удалились оставив журналистов и игроков наедине с домыслами сказав напоследок лишь что проект будет эксклюзивом для playstation 3 только на территории японии а за ее пределами где издателем выступит компания намка bandai выйдет еще и на xbox 360 как и обещалось 2011 году from software вернулись новостями рассказав что теперь игра носит название dark souls пообещали бесшовный единый мир с упором на вертикальный ландшафт который будет использоваться в комплексной структуре уровня и заявили что релиз запланирован на осень 2011 года с выбором имени игры кстати связан один забавный факт дело в том что увидев схожесть названий dark souls и demon souls некоторые фанаты еще больше укрепились своей уверенности что новая игра это продолжение демонов однако никаких скрытых посылов название игр нет на самом деле в начале from и планировали назвать свое детище dark ring обозначив тем самым знак проклятия нежити который в игре являет себя в виде темного кольца но от этого пришлось отказаться по причине того что в английском сленге есть неприличные ассоциации с данным термином так что разработчики во избежание пошлых сравнений решили сменить dark ring на dark race но как не трудно догадаться в этом случае в сша у игры могли возникнуть еще большие проблемы на почве обвинений уже в расизме в конец отчаявшись from и хотели наречь игру dark lord однако это название они попросту не смогли зарегистрировать в качестве торговой марки так что в конце концов миядзаки и компания решив не заморачиваться окрестили игру dark souls что интересно перед самым релизом в стране восходящего солнца некоторые японские геймеры решили что неплохо было бы получить игру раньше намеченного срока и достали себе несколько копий на что from software отреагировала незамедлительно пообещав покарать неверных самым жестоким способом впрочем даже к этому вопросу фромы подошли с выдумкой и при подключении к сети игроков получивших ранний доступ в игре ждали темные фантомы 145 уровня с 1900 хп и вкачанными до 99 характеристиками встретив на своем пути такого врага все ранние пташки посмевшие запустить dark souls до официального выхода и решившие поискать приключений на свою жесткую железную броню в новом мире тут же находили свою смерть причиной такого безобразия стали некоторые японские магазины которые вовсю начали продавать игру раньше намеченного срока когда же dark souls наконец-то официально вышла в свет осенью 2011 года сперва 22 сентября в японии а затем 4 и 7 октября в сша и европе игроки помнившие клаустрофобически тесные локации demon souls были поражены лордраном пообещав единый мир и вертикальный ландшафт дизайне уровней своей игры разработчики сдержали свое слово за два года from software проделали колоссальный объем работы результатом которой стал лордран поражающий воображение своим размахом атмосферой красотой локаций их многообразием а также обещанной бесшовностью и потрясающим левел дизайном мира представлявшего собой колоссальных размеров лабиринт выстроенный как горизонтально так и вертикально где большинство локаций связаны между собой переходами и который до сих пор является лучшим серии как только игрок покидал стартовый тренировочный уровень и пребывал в лордран он был волен в буквальном смысле идти из храма огня на все четыре стороны помимо основного маршрута ведущего в уезд нежити геймер мог пройти через кладбище в катакомбы и потусить там в компании скелетов и поднимающих их некромантов или при помощи лифта спуститься под храм и посетить руины нового лонда с его неповторимыми водными аттракционами и приветливыми привидениями которые так любят обнимашки но самым поражающим было то что выборов в качестве начального дара отмычку можно было не доходя до руин лонда попасть в долину драконов из которой помимо чумного города пройти в озеро темных корней поглазеть на обитающую там гидру обнаружить дверь ведущую в какую-то башню зайти в нее получить от сидящего там бугая билет костру выданный при помощи огромной дубины от костра подняться уже в сад темных корней убить обитающую там лунную бабочку возвращаясь к озеру найти проход в какие-то развалины увидеть сидящего в них титанитового демона попытаться его убить огрести от него потратить несколько попыток и кучу нервов забить тупо пробежать мимо попасть в уезд нежити убить там горгулий найти колокол активировать средств храм огня пойти по проложенному разрабами маршруту в уезд прикончить там демона тельца увидеть как виверна выжигает мост пройти под ним и выйти к той самой церкви на крыше которой он дрался с горгульями и все это без единой загрузки при переходе между локациями практически все уровни дарк соулс были связаны между собой разнообразными очевидными и тайными переходами благодаря чему мир лордрана воспринимался как единое целое в отличие от мира демон соулс где миры были линейны стояли порознь друг от друга и попасть в них можно было только при помощи архи камней расположенных в нексусе за счет этого у геймеров создавалось ощущение цельного интересного мира в котором можно заблудиться однако не стоит думать что девелоперы ставили перед собой цель запутать геймеров хоть начиная игру и может сложиться такое ощущение нет весь этот гигантский лабиринт создан с целью побудить игрока к исследованию лордрана находя в нем все новые места и переходы пусть и сопряжено это с риском отхватить люлей от особо агрессивных противников и он с этой задачей прекрасно справляется бродить по миру ds было поистине интересно к тому же по мере его изучения геймер понимал что лордран был устроен таким образом что если игрок примеру видел возвышающуюся вдали крепость то мог быть уверен что рано или поздно он попадет в нее и осознание этого факта порой могло пробудить в геймере азарт первооткрывателя кроме этого по мере того как геймер исследовал закоулки мира порой отмечает свой путь кровавыми пятнами остающимися на месте гибели персонажа у него в голове формировалась карта этого лабиринта с помощью которой он мог в любой момент вспомнить маршрут в нужную ему локацию ко всему прочему в лордране были скрытые уровни найти которые можно было чисто случайно совершив порой довольно неочевидные вещи что только подстегивало инстинкт исследователя у геймера вдобавок связи локаций друг с другом множеством переходов на уровнях в dark souls широкое распространение получили многочисленные срезы кратчайшие пути позволяющие значительно сократить уровень которые в demon souls находились достаточно зачаточном состоянии и встречались паре тройки локаций благодаря им некоторые из уровней игры были устроены так что замыкались сами на себя к примеру в глубинах геймер пройдя всю локу до конца мог открыть срез к костру тем самым избавляя себя от необходимости заново пробегать всех врагов в случае гибели персонажа на местном боссе или в том же андетбурге игрок пройдя сам город и заборов демона тельца не только лицезрел с крепостной стены тот путь который он преодолел но и пройдя дальше к месту знакомства с верной на мосту открывал срез костру в начале города от которого ему приходилось подниматься к месту обитания босса но и это еще не все ведь поскольку геймера никто за ручку не вел некоторые локации как собственно и обитающих на них боссов он мог попросту пропустить к примеру такие локи как андетбург с демоном тельцом и капра демоном глубины с разверстым драконом и половину чумного города можно было просто не посещать при наличии отмычки как и больше половины локации руины демонов с двумя боссами благодаря одной из новых игровых особенностей о которой немного позже также при создании лордера на девелоперы не забыли об иллюзорных стенах которые в демон соулс существовали только в архикамне сумрачных иллюзорные стены являющиеся своеобразными секретами в игре дверями замаскированными под окружение в дарк соулс получили широкое распространение их можно было встретить во множестве локаций и порой за ними помимо различных предметов и врагов можно было обнаружить костры персонажей а также вышеупомянутые скрытые локации что забавно в одной из таких скрытых лог нарисованном мире ариамис за иллюзорными стенами скрывались заполненные агрессивными скелетами тоннели похожие на те что встречались в храме штормов первом уровне вышеупомянутого архикамня однако хитросплетения локаций не вызывали бы таких эмоций от их посещения если бы не их отличный арт-дизайн во многом благодаря которому дарк соулс появился на свет таким какой он существует сейчас так как по большей части именно от идей выросших из арт-дизайна девелоперы отталкивались создавая мир игры причем некоторые из этих идей в процессе разработки порою кардинально менялись тут сыграл свою роль довольно своеобразный подход кид и таки к разработке дарк соулс как стало известно из интервью в начале во главу дизайна игры легли три темы образы богов и рыцарей сосредоточенные вокруг анор лондо тема хаоса огня и демонов сосредоточенные вокруг забытого изолита а также образ смерти вертевшийся вокруг повелителя могил нита позднее к этому добавилась концепция древних драконов определившись главными темами от которых предстояло отплясывать миядзаки дал художникам несколько абстрактных образных слов завязанных скорее на ощущениях и эмоциях нежели на чем-то конкретном которые они должны были использовать в качестве отправной точки и предоставил им полную свободу творчества после чего разработчики выбрали наиболее понравившиеся изображения скорректировали их там где это было необходимо и использовали для формирования мира подойдя к разработке таким образом миядзаки обнаружил что дизайнеры не только развивали свои идеи но и помогли ему сформировать видение мира который он стремился создать постоянно экспериментируя со множеством вариантов так например хаб локация игры храм огня создававшаяся одной из первых в процессе разработки подверглась кардинальным изменениям на начальном этапе миядзаки хотел сделать очень спокойное место заполненное водой зеленью мягким светом и приятной музыкой коим и должен был стать фейерлинг шрайн представлявший из себя на тот момент водный храм однако по мере того как в процессе развития идей главной темой всей игры стал огонь и его возжигание вода испарилась оставив после себя напоминание лишь виде небольшого мини бассейна из которого появляется фрампт при этом разрабатывая дизайн некоторых локаций разработчики руководствовались не только своим воображением но и вполне реально существующими местами здесь пригодился опыт миядзаки полученные им при разработке игр арморед корр так как для девелоперов создавать локации dark souls основываясь на реальных местах было гораздо проще чем придумывать дизайн с нуля например для анор лонда ориентиром послужил миланский кафедральный собор рождества девы марии некогда посещенный дизайнером масонори варага и который использовал его образ в процессе работы не только для внешнего вида города богов но и интерьеров зданий создав тем самым одно из самых запоминающихся и красивых мест в игре и да идея заставить игроков прогуляться по аркбутанам под обстрелом принадлежит ему руины нового лонда позаимствовали свой стиль у французского аббатства расположенного на острове монсен-мишель так как одной из основных тем игры были демоны и хаос разработчикам пришлось поломать голову над тем как можно было бы визуально отразить эти составляющие в облике уровней связанных с ними в итоге они решили использовать в локациях забытого изолита и руин демонов восточные мотивы взяв за основу индуистский храмовый комплекс ангкор ват и один из его храмов топром расположенное в камбодже а вот для архивов герцога и полости источниками вдохновения послужили аватар джеймса кэмерона который разработчики использовали в качестве референса для полости и фильмы про гарри поттера откуда девелоперы позаимствовали двигающиеся лестничные пролеты архива что же касается нарисованного мира и ариамис являющегося одной из секретных локаций то он основан на карте прототипе созданные в начале разработки миядзаки нравился этот уровень и он очень хотел включить его в игру однако по стилю ариамис разительно отличался от остальных так как был единственной областью покрытый снегом выход из положения разработчики нашли творчески подойдя к проблеме и финальной версии dark souls этот уровень стал тем самым нарисованным миром необязательным для посещения в ходе продвижения по истории но крайне важным для лора ds местом при этом создавая игру хиде така старался не быть консервативным и предсказуемым выбранным им жанре фэнтези стремясь к тому чтобы мир одновременно не был скучным но вместе с тем и не слишком отдалялся от ключевых для фэнтезийных миров составляющих что в конечном итоге привело к созданию своего уникального стиля по которому узнается dark souls по подаче и построению сюжетной истории ds недалеко ушла от demon souls после выбора класса персонажа игроку показывали кат-сцену в которой давали вводную о мире игры если коротко то в ней говорилось о том что в начале всего сущего в эпоху древних мир был бесформенным и окутанным туманом местом в котором правили пресносущие драконы но все изменилось после появления огня который породил понятие жизни и смерти тьмы и света и из появившейся тьмы пришли те кто нашел в пламени души повелителей не то первые из мертвых ведьма изолита и ее дочери хаоса гвин повелитель света со своими рыцарями и забытый со временем карлик что нашел в пламени душу отличающуюся от остальных темную душу воспользовавшись силой да ровной душами ведьма изолита не то и гвин бросили вызов драконом и с помощью ногого сита придавшего свой рот истребили пресносущих так началась эпоха огня но пламя не вечно и со временем огонь стал гаснуть оставляя лишь тьму даже сейчас лишь тлеют угли и человек видит не свет но бесконечную ночь а среди живых бродят проклятые носители знака тьмы называемые нежитью после этого ролика и начиналась игра геймер обнаруживал протагониста в одной из камер северного прибежища нежити куда массово ссылали отмеченных знаком тьмы дабы они томились с ним до скончания веков однако долго героя сидеть за стенках не придется невесть откуда взявшийся рыцарь скидывает к нему в камеру мертвое тело с ключом и многозначительно помолчав удаляется выбравшись из темницы наш протагонист начинал свой нелегкий путь избранного мертвеца да в отличие от демон соулс игроку не приходилось ждать пока героя убьют так как он уже мертв вдоволь набегавшись по прибежищу которая в дэ служит тренировочной локацией геймер находил в одной из комнат лежащего на груди камней при смерти того самого рыцаря сбросившего ключ он просил выслушать его и сообщал что не справился со своим заданием предлагая протагонисту выполнить его миссию в семье рыцаря верили что тот кто избран из мертвецов покинув прибежище нежити отправиться в странстве к землям древних повелителей где должен будет ударить в колокол пробуждения и тогда ему откроется судьба нежити сказав это он передав герою флягу с эстусом и ключ от второго этажа прибежища просил оставить его так как не хотел после смерти навредить герою и как и в случае с монументалом из демон соулс этот персонаж предоставлял игроку номинальный выбор выполнить его просьбу или же отказать различие между ними лишь в том что в отличие от монументала оскар и засторы а именно так зовут бедолагу должен был играть в истории важную роль однако об этом позже покинув обреченного рыцаря и отвесив люлей демону прибежище герой верхом на вороне отправлялся туда где будет проходить основное действие игры в королевство лордран прибыв на место и десентировавшись храме огня геймер как уже было сказано выше был волен идти куда ему вздумается в поиске колокола пробуждения но как бы не повел себе игрок впервые попавший в храм огня первым кого он находил в нем был сидящий чуть повода лет костра удрученный воин однофамилец подобного персонажа из демон соулс в dark souls этот нпс служит своего рода гидом он тоже когда-то следовал пути нежити но в какой-то момент отчаялся вернулся в храм огня и теперь раздает советы прибывающим героем если поговорить не вначале то он расскажет что колоколов пробуждения на самом деле два один наверху в церкви нежити другой внизу в чумном городе и что для исполнения пророчества надо позвонить оба правда делает он это в своей манере в ходе своего монолога сочащегося упадническим настроением пытается отговорить героя от его планов также по ходу игры удрученный воин комментирует некоторые действия игрока и из его реплик можно узнать куда нужно двигаться где отыскать некоторых нпс и его мнение об этих нпс и поговорив с этим во всех отношениях веселым персонажем геймер отправлялся на поиски колоколов звонить в которые можно было в любом порядке и посетив у с нежити с владениями квилек а также сдохнув по дороге множество раз игрок наконец звонил в колокола чем активировал несколько событий которые продвигали историю во первых геймеру демонстрировали ролик в котором гигант услышав звон колоколов открывал ворота крепости сен во вторых в храме огня появлялась шумная храпящая и вонючая проблема так удрученный воин описывал фрамта королевского искателя изначального змея который тоже услышал звон колоколов пробуждения и теперь торчит из люка находящегося в полу затопленного храма пугая местное население фрампт является основным персонажем продвигающим сюжет dark souls но на самом деле в игре есть и другой изначальный змей каас темный охотник появляется он после победы игрока над четырьмя королями и является полным антиподом фрампта в отличие от него каас не горит желанием продлить эру огня и стремится поведать игроку свою версию правды с большой буквы п он говорит что геймеру нужно стать новым лордом тьмы и приблизить приход эры тьмы которую он называет веком людей пока игрок не возложит великую чашу он волен мотаться между двумя змеями сколько угодно но в конечном итоге придется сделать выбор и принять сторону или фрампта или кааса если принять сторону одного змея и с его помощью возложить чашу то второй обидится уйдет и не появится до начала новой игры в общем-то между ними нет особой разницы этот выбор также является чисто номинальным и на концовку игры не влияет разве что каас нужен для вступления в один из ковенантов а фрампту можно скармливать предметы за души но я отвлекся в разговоре с игроком фрампт говорит что он является близким другом великого повелителя гвина и жаждет рассказать избранному мертвецу о его судьбе судьба же заключается в том что избранному суждено стать наследником гвина и огнем развеять тьму сняв тем самым проклятие нежити для этого нужно всего лишь пройти наполненную смертельными ловушками и людьми змеями крепость сен попасть в анор лондо и заполучить великую чашу плевое дело пройдя крепость и победив местного привратника железного голема герой при помощи крылатых демонов попадал в легендарный город богов анор лондо получивший от игроков ласковое прозвище анал родео пройдя эту локацию и победив местного босса арнштейна драконоборца и плача смауга персонаж попадал в покои гвинивер принцессы света которая вручив герою чашу лордов просила положить конец вечным сумеркам и остановить жертвы среди мертвецов продолжив дело ее отца повелителя гвина принеся огонь в этот мир заполучив вожделенный девайс а вместе с ним и возможность перемещаться между кострами игрок возвращался в храм огня где получал от фрамта дальнейшие инструкции змей после небольшого шока от того что андет справился переносил героя к алтарю света и после помещения чаши на него сообщал что геймеру необходимо наполнить лорд весел четырьмя великими душами принадлежащими нито четырем королям ложу хаоса и дракону ситу после того как игрок добывал искомые души и скармливал их чаше дверь позади алтаря открывалась и геймер следуя назов концовки попадал финальную локацию игры горнила первого пламени где нашел свой последний приют гвин лорд солнечного света когда по прошествию веков минувших со времен победы над пресносущими драконами и создание лордрана первое пламя начало угасать гвин испугавшись перехода тьмы продлил эру огня еще на тысячелетия и принеся себя в жертву собственной душой возжег пламя став впоследствии лишь тенью былого повелителем пепла победив прежде могучего громовержца игрок вставал перед выбором возжечь пламя и подобно гвину продлить эру огня ценой своей жизни а Или же уйти, ознаменовав тем самым наступление Эры Тьмы и стать Темным Лордом. Продолжение следует... Как и в случае с Demon's Souls, по завершению, вне зависимости от выбора концовки, игра переходила в режим NG+, в котором все противники усиливались, у персонажа сохранялись его души, уровень и вещи, кроме всевозможных ключей и ящиков кузнеца. А также при игре онлайн могла проявиться одна особенность, связанная с измененной системой мультиплеера, о которой, впрочем, чуточку позже. Стоит отметить, что в отличие от Демонов в DS, история стала все же более насыщенной, что ли, за счет появившихся в ней персонажей и изначальных змеев, подсказывающих геймеру, что именно от него требуется, создавая тем самым имитацию бурной деятельности, из-за чего у игрока возникало ощущение более наполненной событиями и заданиями истории. И коль уж я упомянул персонажей, то стоит рассказать о них поподробнее. Дело в том, что в отличие от Demon's Souls, NPC DS в большинстве своем стали более живыми и избавились от синдрома говорящей табуретки. Теперь у них был, если не полноценный квест, то, по крайней мере, своя история. В путешествии по Лордрону геймер, исследуя различные локации, мог наткнуться в них на персонажей, которые, после обнаружения их игроком, нередко спасения из различных казематов и небольшого разговора с аватаром геймера, либо отправлялись в другие уровни, где их также можно было встретить, либо, чаще всего, пребывали в Храм Огня, где, в отличие от обитателей Нексуса, не оставались просиживать штаны на протяжении всей игры. Вместо этого, по мере продвижения игрока по истории или получения им некоторых предметов, NPC отправлялись из храма в другие локации, на зов своих собственных приключений, в которых геймер мог принять участие, чаще всего вызволяя незадачливых путешественников из разного рода переделок, в которые они с завидной регулярностью влипали. Объединяла же этих персонажей довольно печальная участь, уготованная каждому из них разработчиками. Причем, в большинстве случаев, именно игроку отводилась роль инструмента исполнения воли девелоперов, так как, по завершению своих похождений, некоторые персонажи либо становились полыми и нападали на протагониста, либо, в одном из случаев, оказывались редкостными мразями, которых стоило оставить гнить там, где они находились. При этом, такие персонажи, как Сигмайер и Сиглинда из Катарины, Рея из Торолунда, Петрус и Лоскутик, Логан Большая Шляпа и Грикс из Винхейма, были объединены друг с другом общими историями, развитие которых зависело, опять же, от действий геймера. Благодаря NPC и создаваемой ими активности в достижении своих целей, происходившей не за счет раздачи ими игроку банальных заданий в духе «принеси, убей, найди» и так далее, а путем их собственных похождений в мире, у геймера складывалось ощущение, что Лордеран был не просто ареной для расправы над каждым встречным врагом и боссом, а более живым местом. Замечу, к слову, что роль одного из NPC Дарка сильно изменилась в ходе разработки. Кузнец Андреев первоначально являлся потомком Гвина и должен был работать привратником, открывающим дверь, ведущую в храм огня, которая, кстати, тоже канула в лету. Однако, по мере развития процесса разработки, он сменил профессию и стал простым кузнецом. Что же касается статуй, похожих на Андре, то, по словам Миядзаки, они просто играют роль, если можно так сказать, сундуков, в которых хранится уголь. Одна же из самых запомнившихся игрокам персонажей, с выдающимися особенностями, Гвинивер, принцесса света, целиком обязана своим появлением Миядзаки, который просто хотел добавить в игру огромную женщину. Ее образ Хидетака почерпнул из манги Фудзика Фудзио, дуэта, создавшего Дараэмона. Ему понравился описанный в ней образ гигантской женщины, заботящейся об участниках одного клуба, подобно матери. И он захотел включить такого персонажа в игру. Также он хотел, чтобы при встрече с Гвинивер, персонаж опускался перед ней на колено и целовал ей руку. Анимацию этого даже создали, однако в финальную версию DS она не вошла. Что же касается выдающегося бюста принцессы света, то за это стоит благодарить графического дизайнера, воплотившего образ Гвинивер. Помимо всего, один из персонажей торговцев DS, которые продавали игроку заклинания местной магии, появлялся в зависимости от прокачки предмета, нужного для применения заклинаний. Этим скрытым персонажем была Квилана из Изолита, обучавшая заклинаниям пиромантии. Появлялась она в зависимости от прокачки пламени пироманта, перчатки, служившей проводником этого вида магии. Однако, если геймер призывал дружественного фантома, у которого перчатка была прокачана до нужного состояния, или к нему вторгался красный фантом, имеющий прокачанную перчатку, то Квилана появлялась вне зависимости от прокачки пламени самого игрока. Самым же полюбившимся игрокам в NPC Dark Souls по праву считается Солер Засторы, фраза про из-за саны, одноименный фирменный жест которого, стали своего рода символом DS, ковенанта Воины Солнца и самого Солера. Данный персонаж, которого геймер мог встретить после битвы с Таурсом, не только знакомил игрока с несколько обновленной системой мультиплеера DS, и дарил ему белый мелок, необходимый для призывов в другие миры, а также несколько позже предлагал ему, при достаточной прокачке параметра веры у персонажа, вступить в ковенант Воины Солнца. Но и при каждой встрече с геймером в первой половине игры, прямо-таки лучился дружелюбием, чем заслужил всеобщую любовь со стороны комьюнити DS. Знаменитый жест данного персонажа, кстати, был создан Миядзаки еще для Демон Соулс. Однако, когда он презентовал его команде, то они сошлись на мнении, что жест недостаточно крутой, и Хидетака убрал его из демонов, но приберег. И как показало время, не зря. Жест подошел Солеру как нельзя кстати, и теперь прочно ассоциируется с этим персонажем. Солер стал одним из наиболее популярных NPC серии, и даже удостоился камео в играх, не имеющих отношения к Соулсам, таких как Borderlands 2 и даже World of Warcraft. Во второй борде есть персонаж по имени Солитейр, который сидит возле костра в компании Фантома. И с установленным дополнением Тинни Тино со Саултон Драгон Кип обращается к игроку с просьбой собрать души и вожечь костер, при выполнении которой Солитейр обретает человеческую форму, а к геймеру вторгается красный фантом. Что же касается WoW, то в дополнении Warlords of Draenor есть шанс раз в неделю заполучить соратника для гарнизона, именуемого Салуар Андоральский, который при использовании рядом с ним эмоции Тайред, подарит комплект для разжигания костра странника, выглядящий очень похоже на Bonfire SDS. И его также можно возжигать, получая баф Praise the Light. Если же использовать эмоцию Praise, то игрок и Салуар восславят свет. Соллер, так же как и остальные персонажи ДС, имел свою историю приключений, в ходе которой он без устали искал свое собственное солнце. И как в случае с остальными, его история заканчивалась довольно трагично. Однако игрок мог попытаться спасти Санбро от незавидной участи путем активации хитрого среза, что становился доступен при вступлении в Один Орден. Но об этом позже. Что же касается противников, при встрече радостно приветствующих протагонистов путем нанесения ему тяжких телесных, то в Dark Souls разработчики развили идею Demon's Souls, заключающуюся в том, что в каждой локации должны быть свои собственные враги. Бестиарий ДС, если сравнивать ее с предшественницей, стал несравненно разнообразнее. И каждая локация темных душ была населена противниками, которые более всего подходили для нее. Город Нежити был наводнен полыми солдатами всех мастей расцветок, а также полыми собаками и ворами. В глубинах обитали крысы, слезняки и василиски, крепость сен населяли люди-змеи, долина драконов была наполнена синими вивернами, сад и озеро темных корней встречали персонажа, ожившим мхом и каменными стражами. Руины Нового Лонда охраняли призраки и темные духи. В чумном городе жили разнообразные упыри, пиявки, огнедышащие собаки, скальные пауки, комары и так далее. При этом даже в расположении уже побежденных боссов, становившихся рядовыми противниками, таких как Капра Демон, Демон Телец и прочих, прослеживалась логика, и встречались они только в руинах демонов, рядом с забытым изолитом, что являлся, согласно лору, родиной всех демонов. В большинстве своем вражины сидели в своих локациях и за их пределы не совались, даже при позволяющем это левел дизайне. Однако были среди этого многообразия противники, встречающиеся в различных локациях. Этими путешественниками являлись черные рыцари, ставшие в некотором роде маскотом серии и прочно ассоциирующиеся с первым ДС. Интересным фактом, связанным с ними, является то, что по изначальному замыслу эти машины для отправки протагонистов в Альгалу должны были именно блуждать по миру Лордрана, появляясь то в одной, то в другой локации. Но от этого со временем отказались и поставили их в нескольких локах, из которых они не выходили, поджидая геймера. Самыми же главными и запоминающимися противниками в Дарк Соулс стали не черные рыцари и даже не боссы. Самым злобным и коварным, но вместе с этим и узнаваемым противником серии, стали мимики, корни которых произрастают из ДНД. Тут стоит упомянуть, что до Дарк Соулс мимики встречались и в других видеоиграх. Например, в сериях Костливания, Файнал Фэнтези, того же Драгон Квест и прочих. Из-за чего Миядзаки хоть и желал добавить в Дарк Соулс этого врага, его беспокоила клишированность монстра. Поэтому, создавая этих чудовищ дизайнеры, дабы он удивлял геймеров, пустились во все тяжкие и дали мимику фирменный пинок японского рестлера Сатору Сагимы, из-за чего зверюга стала напоминать дрищеватого каратиста, который нахлобучил на себя сундук. И нужно признать, что у авторов получилось создать мимика по-настоящему запоминающимся. Помимо того, что, встретив в первый раз этого врага, игрок, не знающий об этой твари, с ужасом наблюдал, как сундук, который он намеревался облутать, превращается в неведомую херню и с аппетитом уплетает протагониста, наплевав на броню, мимики ДС, при выживании пережеванного персонажа, начинали еще и лихо раздавать пинки. Как следствие, познакомившись с зубастым ящиком, геймер начинал с подозрением относиться к каждому встреченному им сундуку и приобретал условный рефлекс, который не выветривался, даже когда игрок начинал подмечать отличия между мимиком и ящиком с лутом. Еще одними противниками, встреча с которыми становилась незабываемой для игрока, стали скитальцы, которых из всех трех Дарк Соулсов можно встретить только в первом. Скитальцы являются уникальными для серии вражинами, встретить коих можно только при наличии большой удачи. Дело в том, что точная механика их появления до сих пор неизвестна, за исключением того, что встречаются они только при активном онлайн-соединении и возникают в местах, где персонажи геймеров, также играющих онлайн, умерли множество раз, потеряв огромное количество души человечности, или выбросили из инвентаря много предметов. Однако хоть условия, способствующие их появлению и известны, попытки создать такого моба искусственно, выполнив вышеозвученные требования, ни к чему не приводили. Точно о скитальцах известно только то, что они делятся на два типа. Враждебные, что атакуют, завидев поблизости персонажа. И мирные, что при приближении героя, подобно кристальным ящеркам, пытаются убежать. Еще скитальцы делятся на два цвета – красный и белый. От этого зависит то, какие предметы можно из них выбить. От себя добавлю, что мне подобные мобы встретились только после того, как я наиграл в оригинальный ДС приблизительно 300 часов. Однако в ремастер-версии не попался скиталец на первом прохождении. Что же касается боссов Dark Souls, то они, как и в предыдущей игре, представляли собой свирепых противников, способных вызвать полыхания в известном месте у кого угодно, с которыми, тем не менее, было интересно сражаться. Создавая боссов Дарка, девелоперы нередко исходили из места, где должна будет поджидать игрока та или иная зверюга. Так, к примеру, Горгули и Колокола появились благодаря локации, в которой проходит бой с ними. С самого начала разработчики решили, что перед тем, как ударить в колокол на церкви Уезда Нежити, игрок должен будет столкнуться с боссом. Однако четкого представления о том, кто именно будет преграждать геймеру путь, у них не было. Первоначально планировалось посадить на церковь демона Стонога из руин демонов. Однако от этого девелоперы быстро отказались из-за дизайна локации. И, решив использовать что-то более соответствующее месту, остановили свой выбор на Горгулиях, облаченных в старую броню. Стоног же перебазировался в руины и стал сторожить Оранжевое кольцо. А вот при создании босса Чумного Города, не обошлось без настольных игр, так любимых Хидетакой. Из них он подчерпнул идеи для создания дизайна Ведьмы Хаоса Квилек, что так же как и Горгулии охраняло колокол пробуждения. Она была создана под впечатлением от настолки Драгонпасс, в которой есть фигурка Краб Спайдер, ставшая источником вдохновения для этого босса. По первоначальному замыслу Квилек, должна была говорить перед боем несколько реплик. Их, как водится, даже записали. Но Миядзаки по каким-то причинам принял решение их удалить. Самым же сложным в создании для Фрома встал босс забытого Изолита. При его разработке Миядзаки никак не мог придумать четкий концепт для этого существа. Первоначально на месте Ложи Хаоса должен был находиться Кинг Айзолит. По словам дизайнера Масанори Варагаи, король должен был быть похожим на ложе, но более величественным и сидящим на троне. Само же Ложи Хаоса должно было лежать на полу и атаковать игрока руками. Однако, связанные с ним идеи никак не хотели работать, разработка была нервной, тяжелой, и в итоге Короля заменили ложем. А Хидетака позже в интервью назвал его своим главным разочарованием. Изначальные концепты Короля невозможно найти, однако в файлах игры можно откопать раннюю версию хаотической кроватки и посмотреть, как мог бы выглядеть данный босс, если бы король Изолита восседал на троне. Иронично, что самый сложный в реализации противник привел к появлению самого легкого босса в игре. Но какие бы трудности при разработке этих монстров не испытывали девелоперы, геймерам при встрече с боссами приходилось гораздо тяжелее, поскольку принципы сражений с ними, заложенные в Demon's Souls, перекочевали в DS без изменений. Игрокам также приходилось порой по несколько раз приходить к одним и тем же туманным вратам за победой. Как и в предыдущей игре, иногда нужно было подбирать снаряжение и тактику в попытках одолеть очередного супостата, а также заучивать тайминги, чтобы в буквальном смысле порыку определять, что в данный момент станет делать та или иная зверюга. За победу над ними геймеру, как и в Демонах, щедро отсыпали душ, давали человечность, но не восстанавливали человеческую форму, если она была утрачена. Эта фишка осталась в Балитарии. Интересной же особенностью DS, связанной с боссами, является не только то, что некоторых из них можно было не посещать, благодаря особенностям левел-дизайна игры, но и то, что не все боссы являлись агрессивными и были изначально нейтральны к игроку, не нападая на него даже, если он прошел их туманные врата. А с двумя из них можно было даже поговорить, после чего спокойно отправиться по своим делам, не убивая. Ко всему этому, с боссами первого Dark Souls связана одна особенность. При наличии у них хвоста, геймер мог его отрубить. Эта фишка досталась DS, опять же в наследство от Demon's Souls, где хвост можно было отпилить двум людоедам. Но в Dark'е игрок не только получал от этого эстетическое удовольствие, но и добывал из хвоста особое оружие, причем прямо во время боя. Прознав про это, некоторые геймеры порой устраивали за хвостами настоящую охоту, которая, благодаря особенностям Soul серии, чаще всего могла окончиться весьма плачевно. Однако, в отличие от балитарских похождений, DS порой предоставлял геймерам, если можно так сказать, послабление в битвах с некоторыми боссами. Дело в том, что временами на Мордобой с очередным супостатом можно было призвать внутриигрового фантома NPC, знаки призыва которых были видны даже при отсутствии соединения с сетью. Таких фантомов в игре было немного, призвать их можно было далеко не к каждому из хозяев Туманных Врат. Знаки этих NPC иногда непросто было найти, однако они могли неслабо помочь в противостоянии с очередным боссом. Иногда для появления знаков призыва некоторых фантомов нужно было выполнить определенные условия. Например, выпустить персонажа из заточения или даже победить его в виде черного фантома. Если условия выполнены, то перед Туманными Вратами, ведущими к боссу, появлялся знак призыва NPC. Также призванные ранее персонажи позже могли стать противниками. В одном из случаев после призыва NPC вторгался как черный фантом, победив которого игрок мог получить сет данного персонажа, к другому же приходилось вторгаться самому игроку, так как персонаж оказывался редкостным мракобесом. Самым же ярким примером NPC-помощника был Солер из Асторы. Его можно было призвать к пяти различным боссам, причем он являлся единственным NPC, которого можно было вызвать на битву с финальным боссом игры. Солер был довольно полезным помощником, особенно в битве с неразлучной сладкой парочкой, преграждающей путь к принцессе света Ван Ор Лондо. Эта механика призыва внутриигровых NPC-фантомов была одним из нововведений, разработанных в ромами для Dark Souls. И коль уж речь зашла за эти нововведения, то стоит рассказать о них поподробнее, так как девелоперы создали множество механик, отличающих DS от Demon's Souls. Если по системе боя и перемещения игра в целом осталась прежней, разве что персонаж, чьи движения стали более естественными, теперь ощущался не таким деревянным, как в Балетарии, и научился наконец-то прыгать, избавив игроков от необходимости тереться протагонистом, а всяческие препятствия, отыскивая пиксель, за который можно было уцепиться чудом, да научился совершать удар в падении, то все, что касается взаимодействия с миром, подверглось изменениям. Самой заметной и значимой из перемен была система костров, без которых сейчас представить серию Souls невозможно. Ввиду того, что мир DS был обширным и в то же время целостным, разработчикам пришлось отказаться от хаб-локации в том ее виде, в котором она присутствовала в Демонах. И хоть в Dark'е такая локация и была, в виде Храма Огня, ее значение для прохождения было минимально, и у геймера не возникало нужды постоянно возвращаться в нее, как это было в Демон Соулс, где игрок должен был мотаться в Нексус по различным причинам на протяжении всего прохождения. В DS девелоперы снабдили функциями хаба костры, внешне напоминающие малые архикамни из Балетарии, но игравшие при этом совершенно иную роль, нежели булыжники в Демон Соулс. Путешествуя по Лордерану, игрок то и дело натыкался на разбросанные по локациям костры, внешне похожие на кучи пепла, из которых торчит меч. При их активации геймер, присев у Бонфайера, обнаруживал у него массу полезных свойств. Помимо банальной функции возрождения героя в случае смерти, присев возле активированного костра, протагонист восстанавливал здоровье, снимал наложенные на него негативные эффекты, если таковые имелись, и пополнял лечилки. Также у костра игрок мог прокачать уровень своего аватара, восстановить человеческую форму, назначить или изменить заклинание, при наличии бездонной шкатулки, заменившей кладовщика, можно было очистить инвентарь от лишнего хлама, количество которого, к слову, теперь не было ограничено грузоподъемностью протагониста, и он мог тащить к себе в торбу все, что не прибито гвоздями к полу на уровнях. Помимо этого, геймер мог приобрести у кузнеца или торговца ремонтный ящик, который позволял чинить снаряжение у костра, а также доспешные и оружейные ящики кузнеца. При наличии коих появлялась возможность прокачивать броню и оружие, не прибегая к помощи кузнецов. А после получения игроком чаши лордов, в меню костра появлялась функция, при помощи которой можно было переноситься между бонфаерами. Кузнецы, к слову, тоже несколько изменились, благодаря развитию идеи из демонов, заключавшейся в том, что если игрок приносил одному из мастеров металла и горна душу флеймлюркера, тот начинал создавать оружие из душ властелинов туманных врат. Эволюция этой идеи в ДС заключалась в том, что геймеру приходилось набжать кузнецов углем, разновидности которого он мог находить на уровнях игры. При получении угля в свои натруженные руки, мастера начинали добавлять особые эффекты, усиливающие оружие протагониста. Персонаж и сам мог, при наличии у него вышеозвученных ящиков, прокачать свою снарягу, однако особые эффекты могли наложить только кузнецы. Что же касается оружия из душ, то для его создания, ничего мастеру, способному изготовить душевную снарягу, коим был кузнец-великан из Анор-Лонда, не нужно было приносить. Сделать такое оружие великан мог сразу. Игроку нужно было лишь иметь при себе подходящую под перековку душу босса и прокачанное до плюс десяти средство уничтожения врагов, пригодное для изготовления душевных вундервафель. Но вернемся к кострам, ведь хоть они в дарке и являлись единственным островком жизни и тихой гаванью для геймера и созданного им персонажа, с ними связан один нюанс. При отдыхе у Бонфаера локация перезапускалась, поверженные рядовые враги возрождались на своих местах и уровень приходилось зачищать по новой, что бывало полезно, так как давало возможность фармить души на возрожденных мобах в особо рыбных местах, позволяя собрать немалую сумму за одну или несколько зачисток и прокачать персонажа, вернувшись к костру. Однако при таких забегах стоило помнить не только о смертности протагониста, но и о том, что Бонфаер не спасал от толп врагов или вторгнувшегося черного фантома, которые могли увязаться за героем. При приближении враждебных форм полой жизни, костер попросту затухал, оставляя игрока один на один с настигнувшей его проблемой, лишив тем самым геймера средства для перезапуска локации и спасения от мордобоя. Но по сравнению с предоставляемыми костром возможностями, это являлось незначительной мелочью, которую, тем не менее, приходилось учитывать. Единственным, что роднило костры ДС и Архикам Небалитарии, это то, что дорога до боссов уровня порой была очень долгой и полной опасностей, так как в некоторых локациях туманные врата располагались очень далеко, и прийти к ним можно было изрядно потрепанным, с полным отсутствием спасительных лечилок. С появлением костров изменилась и система лечения персонажа. Для восстановления погрызенной врагами полоски жизни героя в Dark Souls разработчики создали фляги с Эстусом, чье количество поначалу было ограничено пятью, в отличие от лечебных подорожников из Балитарии, которых можно было нафармить на бомбах до 99 штук, причем разных видов. Пополнять истраченный во время забегов по локациям запас Эстуса игрок мог, посещая костры, у которых также можно было увеличить количество фляг с 5 до 10 в самом начале игры, а позже, при получении с одного из боссов специального предмета, с 10 сперва до 15, а затем и до 20 штук, благодаря тому, что бонфайры можно было возжигать, или если угодно прокачивать при помощи человечности, еще одной механики, реализованной в ДС, о которой чуточку позже. Также при забегах по Лордерону иногда над персонажем возникала вспышка, а в инвентаре появлялась дополнительная фляга Эстуса. Такая вспышка появлялась только при игре в сети и означала, что другой геймер, находящийся в своем мире в той же локации, что и персонаж игрока, которому прилетел дополнительный Эстус, вожжок костер на один уровень. И как и в случае с кострами, фляжки с Эстусом можно было прокачивать, добавляя каждой целебных свойств. Делалось это при помощи душ-хранительниц огня, которые можно было отыскать в ходе приключений в некоторых локациях. При нахождении такой души, игроку для поднятия уровня фляги, нужно было посетить одну из трех живых хранительниц, способных при помощи души их коллеги поднять уровень фляжки. Каждая из таких душ увеличивала уровень фляги на один пункт. Всего за одно прохождение игры можно было собрать 7 душ, но прокачать флягу можно было только до плюс 6, так как за исключением 4 таких душ, отыскиваемых геймером в различных локациях, 3 оставшиеся можно было получить, только убив хранительниц огня. Игрок, вырезавший всех трех, лишался возможности прокачивать флягу и использовать для отдыха расположенные рядом с каждой из них костер, которые, к слову, восполняли по 10 фляжек с Эстусом, в отличие от обычных бонфаеров, восстанавливающих до возжигания только 5 фляг. Это могло добавить головной боли геймеру, так как хоть к потушим кострам и можно было переноситься при помощи Великой Чаши, возможность зафиксировать точку возрождения у потухшего бонфаера пропадала, и в случае смерти персонаж переносился к последнему посещенному им активному костру. Что же до прокачки протагониста, то она подверглась относительно небольшим изменениям. Валютой, необходимой для поднятия уровня, по-прежнему служили души, получаемые с противников. Их количество, требуемое для получения очередного левелапа, также увеличивалось, однако сам интерфейс переработали, сделав его более удобным. Благодаря тому, что изменения параметров при прокачке характеристик отображались не в отдельных вкладках, как это было в Demon's Souls, а в едином окошке параметров. Что же касается самих характеристик протагониста, то их тоже несколько переработали. Характеристика живучесть теперь влияла только на количество хп-героя и не повышала грузоподъемность, так как вес предметов, таскаемых персонажем в инвентаре, теперь не являлся проблемой. Появилась характеристика сопротивления, повышающая резист ядом и защиту от физических и огненных атак. Прокачиваемый параметры удачи из демонов, отвечающий за увеличение шанса выбивания с врагов различных плюшек, заменили на поиск предметов, который теперь не увеличивался за души, а поднимался при экипировке особых вещей и увеличением показателя человечности. Самым же сильным изменением подверглись характеристики, отвечающие за магическую составляющую. Количество слотов для заклинаний теперь зависели от характеристики под названием ученость, с появлением которой отпала необходимость по отдельности прокачивать слоты для чудес и магии. Количество коек в балитарских похождениях увеличивалось от прокачки характеристика интеллекта и веры. Теперь чудеса и волшебство можно было экипировать в один и тот же слот у костра, что, к слову, не только избавило игроков от необходимости тратить драгоценные души на прокачку ячеек для каждого вида заклинаний, но и убрало раздражающую необходимость мотаться к учителям магии каждый раз для того, чтобы вставить в слот нужное заклинание. Прокачка интеллекта и веры теперь была необходима только для увеличения силы волшебства и чудес, а также для того, чтобы протагонист мог использовать заклинания и некоторые виды экипировки, у которых были определенные требования к этим характеристикам. Также интеллект теперь не влиял на увеличение полоски маны по причине ее полного отсутствия в несколько измененном интерфейсе персонажа. Вместо нее в DS применение заклинаний было ограничено их числом, которое отображалось в слоте, куда было назначено то или иное волшебство. Увеличить количество творимых заклятий можно было при наличии одинаковых заклинаний и назначение их в разные слоты, но во всем есть свой нюанс. Некоторые заклятия при экипировке занимали несколько слотов, и персонажу с малым количеством ячеек приходилось либо прокачивать соответствующий параметр, либо носить специальные кольца, добавляющие слоты, которые нужно было еще найти. Кроме того, количество заклинаний можно было восстанавливать, только посидев у костра, так что магам приходилось рассчитывать их запас, необходимый для прохождения уровня и убийства босса, или снисходить до простой рукопашной. Касаемо же видов магии, в ДС, к знакомым по демон Соулс чудесам и волшебству, прибавилась пиромантия, в которую теперь входили все заклинания, связанные с огнем. Применять пиромантию можно было при наличии пламени пироманта, катализатора, который добавился к посохам и талисманам, с введением нового вида заклинаний. Самое интересное, что пиромантия, в отличие от чудес и магии, не требовала наличия прокачанных характеристик интеллекта или веры у персонажа. Все, что нужно было для ее использования, это пламя и слоты под заклинания, чья сила напрямую зависела от прокачки катализатора, что затачивался у учителей пиромантии. Эта особенность сделала пиромантию довольно популярной видом магии, так как она позволяла творить довольно сильные заклинания, лишь за счет прокачки учености и катализатора. Как уже было сказано, интерфейс персонажа тоже подвергся изменениям. Так как мир Лордрана с Балетарией связан не был, фромы, помимо убранного по понятным причинам показателя маны, избавились от иконок, отражающих состояние тенденций и отвечающих за название миров. Теперь, перемещаясь по локациям, игрок мог понять, куда он забрел, по высвечивающейся надписи с названием уровня при входе в него. Однако заново изобретать велосипед и чинить то, что и так работало, девелоперы не ставили. Оставив все, что было связано с оружием, предметами, заклинаниями, душами и возникающими под полоской стамины статусными эффектами, практически без изменений. Единственным, что было переработано, это негативные эффекты, связанные с отравлением, кровотечением и проклятиями, проявления которых теперь можно было отслеживать по появляющейся и постепенно заполняющейся при воздействии того или иного эффекта полоски. Это было более удобно, так как позволяло при начале их воздействия на героя попытаться выйти из опасной зоны, в отличие от Demon's Souls, где влияние на главного героя негативных факторов проявлялось в виде иконки под полоской стамины только после того, как эффект начинал действовать. Поначалу негативные статусы могли доставить игроку проблем, так как при их воздействии на организм протагониста, шкала заполнялась очень быстро, в особенности это касалось проклятий. Однако позже, при наличии у персонажа некоторых предметов, можно было увеличить время, требуемое для заполнения шкалы эффекта. Одним из таких предметов была человечность, являющаяся особо ценным предметом игры, чью механику девелоперы создали для первой части Dark Souls, и которая больше не появлялась в играх серии. При наличии человечности, игрок мог вернуть герою человеческую форму, прокачать костер, снять проклятие у особого персонажа, восстановить здоровье, повысить ранг в Ковенанте, о которых после, и попросту скормить Фрампту за тысячу душ. Но человечность являлась не только расходуемым предметом. При наличии ее у протагониста в свободном виде, у главного героя возрастала физическая защита, повышались резисты к проклятию, магии, огню и молниям, увеличивался урон, наносимый некоторыми видами оружия, а также поднималось значение параметра поиск предметов. И как следствие, возрастала вероятность получить с моба особо ценную вещь. Встречалась человечность в игре в двух состояниях. Как предмет, который протагонист таскал в инвентаре, и в виде свободной человечности, отображаемые на счетчике перед полосками жизни и выносливости главного героя, что при отсутствии данной субстанции был равен нулю. Твердую человечность можно было банально купить у торговцев, найти на трупах или в сундуках, а также получить при убийстве боссов, некоторых противников и NPC. Со свободной же человечностью все гораздо интереснее. Ее можно было получить, убив при вторжении в чужой мир хоста, или аннигилировав вторженца самому, высосать с помощью одного предмета из NPC, или получить с некоторых противников, благодаря скрытому от геймера счетчику, привязанному к локациям, и заполняемому убийством определенных врагов, при условиях, что босс уровня жив, и у протагониста имеется при себе меньше десяти свободной человечности. Твердая человечность не повышала резисты, однако могла быть использована для заполнения счетчика, но здесь опять-таки вмешивается вездесущий нюанс. При смерти героя теперь терялись не только души, но и вся накопленная свободная человечность, которая вместе с местной валютой оставалась в кровавом пятне и терпеливо дожидалась, либо пока геймер, матерясь, доберется до него через воскрешенных противников и вернет честно награбленное, либо повторно угробит персонажа. Механика смерти в DS работала почти так же, как и в Демонах, с той лишь разницей, что протагонист, отбросив латные ботинки и возродившись у последнего активированного им костра, в виде полого не терял половину здоровья. Полая форма в Dark Souls влияла на геймплей лишь тем, что игрок лишался возможности повышать уровень костров, что можно было сделать лишь в форме человека, и не мог призвать к себе на помощь дружественных фантомов. Впрочем, у этого состояния были свои плюсы. В мир опустошенного персонажа не могли вторгнуться черные фантомы, но сам он при этом мог быть призван в виде фантома на помощь другим игрокам. Ну а еще у некоторых NPC появлялись комментарии по поводу облезлого облика героя. Что же касается урезания хп протагониста наполовину, то эту особенность девелоперы не стали оставлять в Блитарии и перенесли в Dark в измененном виде. Теперь укорачивание полоски здоровья зависело от проклятия, которые могли наложить на героя специальные мобы. Умерев от проклятия, персонаж, оставив души и человечность в кровавом пятне, возвращался к костру с половиной хп и симпатичным черепком на месте счетчика. Играя проклятым героем, геймер лишался бонусов, даруемых активной человечностью. Не мог возжигать костры и восстанавливать человеческую форму до тех пор, пока проклятие не будет снято либо с помощью специального предмета, либо у одного персонажа. Что интересно, до выхода патча эффекты проклятий соединялись и при многократном его получении можно было заиметь одну восьмую от полоски хп. Тем не менее, проклятая форма тоже имела свой плюс. В ней протагонист становился способен нанести урон призракам нового лонда, коим было глубоко наплевать на оружие, если герой не был проклят. Хотя плюс этот весьма сомнительный, так как призраки встречались только в одной локации на весь ДС. Кроме того, в игре присутствовал предмет, дарующий кратковременное проклятие, без уменьшения полоски жизни, использовав который, можно было выкосить всех призраков. И это не говоря уже о присутствии в дарке проклятого оружия, способного убить прозрачную нечисть. Избежать опустошения, потери души человечности, а также проклятия, можно было не только банально не умирая, но и при помощи специальных жертвенных колец, нацепив которые, персонаж в случае гибели ничего не терял. Но не стоит думать, что можно было насобирать эти кольца и не волноваться по поводу смертности главного героя. К сожалению или к счастью, жертвенные колечки были очень редки и безвозвратно ломались, если героя отправляли противоестественным способом к точке возрождения. Тем не менее, эти кольца могли помочь игроку, пришедшему к туманным вратам со значительной суммой местной валюты и человечности. Не забыли фромы и про черных фантомов обычных противников, что портили жизнь игрокам на просторах Балетарии при черной тенденции мира. Только вот в дарке встретить их можно было лишь на НГ+, и связаны они были с одним из ковенантов, которыми разработчики разнообразили саму игру и ее онлайн-составляющую. Ковенанты являлись внутриигровыми орденами, в которые игрок мог вступить. Всего в DS их 9. Большинство было ориентировано на PvP-PVE и кооп-прохождение, что в некоторых случаях определяло вид служения ордену. Для того, чтобы присоединиться к какому-то из них, геймер должен был поговорить с лидером ковенанта и принести клятву верности, после чего необходимо было соблюдать правила ордена, которые обычно сводились к запрету на нападение и убийство его членов. При этом некоторые из ковенантов разработчики неплохо спрятали, и их нужно было еще постараться найти, совершив довольно-таки неочевидные действия. Например, влезть в гроб, расположенный возле одноногой рогатой хрени, или применить кольцо, которое нужно еще отыскать, возле одного из костров, а в случае с воинами света иметь прокачанный параметр веры. Вступив в какой-либо из ковенантов, игрок получал определенные бонусы в виде предметов, заклинаний или оружия, которые, не состоя в ордене, невозможно было получить, или обретал возможность использовать один из пронизывающих мир игры срезов, что был расположен в руинах демонов. При вступлении в орден слуги хаоса это значительно сокращало путь, избавляя от необходимости убивать двух боссов, и выколачивать с одного из них кольцо, снижающее урон от лавы. Бонусы эти давались геймеру при вступлении в орден и повышении его ранга, который можно было увеличить либо за определенные предметы, либо за убийство других игроков. В случае, если ковенант был ориентирован на пвп-составляющую. Однако, в двух из девяти орденов, коими являлись Белый Путь и Стражи Принцессы, отсутствовала система рангов. При этом Белый Путь, как таковой, никаких бонусов не давал, за исключением того, что призывы геймеров, состоящих в Стражах и Войнах Света, уменьшал шанс вторжения Черных Фантомов. Самым же интересным из ковенантов был орден Слуги Повелителя Могил, ориентированный на пвп-сражения и связанный ни много ни мало, а самим Нита, что являлся боссом, чье убийство было необходимо для прохождения ДС. Именно для вступления в этот ковенант нужно было, имея при себе око смерти, посетить гроб в катакомбах, который мониторил на предмет устроившихся в нем геймеров скелет-гигант, оттаскивающий их на прием к грейвлорду. Игрок, вступивший в этот ковенант, получал возможность использовать вышеозвученный предмет, позволяющий накладывать проклятие на миры трех других геймеров, у которых появлялся шанс навалять использовавшему око, воспользовавшись возникающим в их мирах особым знаком призыва, переносившего в мир слуги в виде синего фантома. Причем прислужник Нита имел неплохие шансы встретиться со всеми тремя проклятыми. Если же участник ордена был самым везучим, то к трем духам мести, гоняющим проклинателя, могли присоединиться члены ковенанта в темные духи и клинки темной луны, а вот слуга, использовав око, лишался возможности но и сбежать от вторженцев к боссу уровня. Интересен же этот орден тем, что обладал особенностями темной тенденции мира из Demon's Souls, при которой на просторах Балитарии появлялись темные фантомы рядовых противников. Правда, этот ковенант заселял подобными вражинами, чей облик зависел от локации не мир члена ковенанта, а лордерон тех игроков, на которых пало проклятие. Хотя увидеть этих мобов могли лишь геймеры, уже перешедшие на НГ+, что немного смазывало ценность данного ордена. Кстати, именно эти враги преследовали геймеров, получивших игру до релиза, чьи миры были прокляты перманентно, и подобные мобы, имевшие тогда очень высокий уровень, находились в каждой локации, что добавляло пикантности прохождению. Присоединение к одному из ковенантов не приводило к тому, что остальные становились недоступны. Однако здесь, как всегда, есть и десущее но. Если игрок, состоя в одном из орденов, находил другой и вступал в него, или убивал членов своего ковенанта, это считалось предательством и влекло за собой последствия, проявляющиеся преимущественно при игре онлайн. Дело в том, что на предавшего орден персонажа накладывался грех, один из негативных эффектов Dark Souls. Грех в ДС возлагался на героя не только за предательство ковенанта, но и за убийство NPC и некоторых опциональных боссов, изгнание из своей игры дружественного фантома, а также за весьма спорные с точки зрения здравого смысла действия. Например, при отрицательном ответе на предложение главы одного из ковенантов вступить в орден. Статус грешника в игре отображался только в книге виновных, куда автоматически записывали всех согрешивших. Продавал эту книгу один из персонажей ДС, и у него же нужно было избавляться от греха за определенную сумму душ или выходить из ковенантов без последствия в виде статуса грешника. Однако и здесь был свой нюанс. Не все грехи можно было замолить. Некоторые из них оставались с геймером до перехода героя на НГ+. Без книги определить имелись ли у протагониста грехи за душой можно было повторгающимся к нему синим фантомом, что отпускали прегрешения персонажа очень простым и в то же время действенным способом через его убийство. Избежать неожиданных посещений можно было, как и прежде, играя в оффлайн-режиме, лишив себя возможности призвать фантома и прочих радостей онлайн-составляющей игры. Сетевая игра в Dark Souls была почти точной копией Оно из Demon's Souls. Игроку предоставлялись все те же возможности призывать кого-нибудь или вторгаться в другие миры, но, как и все в DS, эти элементы подверглись изменениям. Самым существенным из них был факт того, что Dark Souls вместо серверов использовал систему пир-ту-пир, в которой сам игрок, призывающий в свой мир или подвергающийся вторжению, являлся своего рода сервером, что вкупе с еще одним фактором вызвало некоторые проблемы, связанные с онлайном в портированной на ПК версии игры. Но об этом позже. Как и в Королевстве Балетария, геймер, перемещаясь по миру игры с активным онлайном, мог видеть призраки, персонажей других игроков, что находились с ним в одной локации. Выглядели эти иллюзии практически неотличимо друг от друга, разве что оружие менялось. Однако, благодаря системе костров, появилась возможность более детально рассмотреть их. Стоя возле разожженного костра или отдыхая у него, геймер мог разглядеть этих призраков во всех деталях, включая экипировку самого героя и разобрать, в человеческой или полой форме находится тот или иной протагонист. Как правило, у костра игрок мог видеть героев-геймеров, близких ему по левелу, что давало понять, по уровню ли эта локация протагонисту и стоит ли оставлять в ней свой знак призыва. Также, находясь в сети, игрок периодически мог слышать звон, доносившийся из мест расположения колоколов пробуждения. Набат этот возвещал о том, что другой игрок в своем мире добрался таки до вожделенной сигнальной хреновины, а также служил своеобразной подсказкой заблудившимся, куда именно нужно направляться в своем лордерне для того, чтобы попробовать сделать из протагониста звонаря. Система внутриигровых сообщений, которые игроки могли оставлять друг другу, тоже несколько изменилась. Читать попадающиеся по пути послания геймер мог с самого начала, а вот для того, чтобы оставлять свои сообщения, в DS нужно было приобрести оранжевый путевой мелок, который использовался через слот для предметов. Применялся оранжевый мелок вне зависимости от формы протагониста, и с его помощью теперь можно было не только написать сообщения, но и просмотреть последние прочитанные, а также оценить особо понравившиеся. Бытует мнение, что игроку, чье сообщение было положительно оценено, должна была прилетать либо человечность, либо одна фляга с эстусом. Но так как в игре присутствует механика получения и того и другого буквально из воздуха, данное предположение неверно, и оценка сообщений в DS ничего не давала, кроме изменения иконки, сопровождавшей каждое написанное послание. Иконки эти стояли возле текста сообщений и изменялись в зависимости от количества оценок. Изображали они различных персонажей из игры, от Оскара из Асторы, который красовался на сообщениях, оставленных разработчиками, до изначального змея, чья физиономия украшала послание самым высоким рейтингом. И так же, как и в Балетарии, сообщения могли быть как весьма полезными, так и вредными. И поверив посланию сурящему лут или тайную тропу впереди, можно было либо сигануть в пропасть, либо нарваться на толпу противников и отметить место, в котором произошла принудительная телепортация к костру, своим кровавым пятном. Они также присутствовали в DS и служили ровно для тех же целей, что и в демонах. С тем лишь различием, что появлявшегося из очередного пятна призрака зачем-то перекрасили в бледно-серый цвет, из-за чего в некоторых локациях разглядеть этих фантомов было довольно сложно. Нашлось место в темных душах и для системы жестов, позволяющие игроку выразить свое мнение в той или иной ситуации. Однако, как и все остальные механики игры, это подверглось небольшому апгрейду. Теперь жесты можно было изучать у встреченных геймерам NPC, добавляя их в свою коллекцию. И к концу прохождения у игрока накапливался неплохой набор анимаций на все случаи жизни. Применялись они также преимущественно в сетевой игре для приветствия дружественных и не очень фантомов. Не обошлось и без добавления новых фишек. Так геймер, соединенный сетью, мог наблюдать в локациях белые кольца, похожие на знак одного из ковенантов и кольцо, появляющееся после победы над боссом крепости Сен. Эти окружности означали синергию чудес, особый эффект дарка, усиливающий некоторые из заклинаний чудес, которые находились в слоте магии героя. Для активации этого эффекта достаточно было находиться рядом с таким кольцом. И если у персонажа было назначено чудо, на которое данный эффект распространялся, то на его иконке возникал белый кружок, говоривший о усилении. Примечательно, что такой же эффект давало кольцо, получаемое при вступлении в ковенант Стражи Принцессы, и увеличение мощности заклинания от этого колечка суммировалось с усилением от возникающего круга, вследствие чего можно было получить значительный прирост, скажем, отличение персонажа заклинанием, что бывало довольно полезно, так как Эстус имел свойство заканчиваться в самый неподходящий момент. Наблюдать эти кольца можно было в местах, где игроки использовали одно из чудес, усиливающих синергию, чаще всего в местах частых вторжений или на аренах у боссов. К слову, возникать подобные кольца могли прямо при мордобое с фантомом-вторженцем, если тот использовал вызывающий резонанс чудо. Что же касается главной особенности сетевой составляющей, то есть системы призывов и вторжений, то принципы их работы остались в общем-то прежними, только к ним добавилась еще механика ковенантов и несколько новых фич. Оставить знак призыва можно было с помощью мелка, который игрок получал в дар от Соллера при первой встрече. Отличием этого предмета от Блю Айстоун из демонов являлась возможность оставлять знак вне зависимости от того, в какой из форм находится персонаж. И то, что вернувшись после удачной помощи в свой мир, герой не восстанавливал человеческий облик, если знак был начертан в полом состоянии. В целом, функционировал он по тем же принципам, что и глазастый камень. То есть оставить свою призывную метку можно было вне зависимости от состояния босса уровня, знаки других игроков были видны только при наличии у протагониста человеческой формы, и если геймер ставил свой знак, метки помощи из других миров исчезали. Однако кое-что все же изменилось. В дарке фромы убрали из механики призывов систему оценки кооператива. Теперь, после совместной победы над обитающей за туманными вратами нечистью, геймеры не оценивали друг друга, и призванный сразу отправлялся в свой мир, получив в качестве награды 50% от суммы душ, выбиваемой из босса. А при прикосновении к знаку, игрок видел только ник призываемого, что в целом не слишком повлияло на работоспособность механики призывов. При этом, призывая фантома, игра учитывала, в каком из ковенантов состоит герой. Дело тут в том, что ордены Белый Путь, Войны Света и Стражи Принцессы были связаны между собой по лору чем-то вроде дружбы. И если геймер являлся членом одного из этих ковенантов, то шанс обнаружить призывные метки игроков, состоящих в двух других, для него был гораздо выше. Самая веселая часть сетевой составляющей ДС тоже работала, как и в предыдущей игре Фромов. На просторах Лордрана геймеру, чей персонаж находился в форме человека, также могли в самый удачный момент нагрянуть гости из других миров, коих он должен был, как подобает радушному хозяину, всячески развлекать. После таких посещений, вне зависимости от исхода встречи, игра запускала 10-минутное окно, в течение которого фантомы не могли вторгнуться. Впрочем, в ДС это ограничение можно было снять при помощи одного крайне полезного для ПВП предмета, чье использование приводило к тому, что гости начинали врываться один за другим. Для того, чтобы игрок мог вломиться в чужой мир с дружеским визитом в поисках души человечности, которые мог подарить ему хост, в Dark Souls существовал целый арсенал различных приспособлений, пришедших на смену Блэйк Айстоуну. Самым простым из них был предмет под названием треснувшее красное око. Кое можно было банально найти в самом начале игры в окрестностях Храма Огня. Использовалось око только при наличии у протагониста формы человека. Вторгался же он только при наличии живого босса локации, в которую совершался набег, и человеческого обличия у хоста. Но все не так просто. Помимо того, что найти в локациях можно было всего 10 треснувших глазастых сфер, они еще и являлись расходуемым предметом, тратившимся, если геймер успешно врывался в чужую игру. Пополнить же их запас можно было, вступив в ковенант темных духов, главой которого являлся Коас Темный Охотник, что при присоединении к его ковенанту вовсю начинал снабжать игрока треснувшими красными сферами за символическую сумму всего по 3000 душ за штуку. Забавным фактом, связанным с этим ковенантом, было то, что использовать око геймер мог и не состоя в Ордене. По сути, те 10 штук, что можно было найти в игре, являлись заботливо разбросанными по локациям пробниками настоящего красного ока, становившегося доступным по достижению первого ранга в ковенанте духов. Действовало целое око точно так же, как и треснушее, только при вторжении их не тратилось и с его помощью можно было врываться в миры постоянно, так как даже в случае проигрыша хозяину мира вторженец не терял человеческую форму, и ему оставалось лишь подобрать души и человечность из кровавого пятна, появлявшегося на месте, откуда его закинуло в чужой мир. Но, как и все в игре, вторжения имели свою обратную сторону, так как хозяин мира при гибели мог занести имя вторженца в книгу виновных. Делалось это при помощи обвинения, которое покупалось у Осфальда из Карима, что отпускал грехи игрокам. Обвинение накладывало на вторженца несмываемый у Осфальда грех, и за любителем ПВП начинали охоту клинки темной луны, являющиеся чем-то вроде полиции Лордрана, что преследовало нагрешивших. При вступлении в ряды клинков, главой которых, к слову, являлся еще один из боссов игры, геймер получал синие око и кольцо. Око темной луны действовало, в общем-то, точно так же, как и красное. С теми лишь различиями, что вторгаться в чужие миры с его помощью, можно было в полой форме, и фантом становился синим, а не красным. А вот кольцо действовало по-иному. Нацепившего колечка героя могли призвать практически из любой локации в Анор Лондо, дабы он нес возмездие во имя луны игрокам, посмевшим поднять руку на принцессу света Гвенивер, за убийство которой геймер, помимо вечной ночи в Анал Родео, получал несмываемый до наступления НГ плюс грех и бесконечный поток синих фантомов, о вторжении которых грешника не оповещали. Убив грешника, клинок получал помимо душ знак возмездия в виде отрезанного уха, позволявшего поднимать ранг заработанные и описанными ранее способами. Что забавно, клинки также способны были получить место в книге виновных, и в их мир могли нагрянуть с помощью синего ока или кольца коллеги, дабы направить оступившегося собрата на путь истинный. Веселее клинков темной луны в ДС был только орден лесных охотников, вступить в который можно было в саду темных корней, что охранялся членами этого ковенанта. Присоединившись к охотникам, игрок получал от лидера кошачье кольцо, принцип работы которого был точно таким же, как и у кольца клинков. Персонажа, его одевшего, призывали в сад для защиты от непрошенных гостей, опять же, в виде синего фантома из любого места. Вообще, эта локация была самой лучшей для любителей ПВП и настоящим кошмаром для геймеров, отдававших предпочтение простому прохождению игры, но при этом не желающих лишать себя возможности призывать фантомов и читать сообщения. Игроку, решившему посетить это место в человеческой форме, нужно было быть готовым к тому, что в его мир могут нагрянуть не только сотрудники местного ЧОПа в лице охотников, но и черные фантомы, а также клинки, причем все одновременно. Поднимать уровень этого ковенанта нужно было именно за убийство непрошенных гостей, с которых игрок при победе получал души, количество которых пропорционально уровню побежденного геймера и один из рандомно выпадающих предметов, от осколков и обломков различного титанита до мусора и подвески. Для тех же, кто предпочитал вторжением дуэли, в ДС были созданы более мягкие условия, нежели существовали в Демонах, где для получения камня, позволявшего ее устроить, нужно было пройти игру. В Dark Souls дуэльных дел мастера могли воспользоваться либо мелком красного знака, который находился игроком в мире Ариамис и действовал так же, как Рэд Айстоун, с той лишь разницей, что оставить знак призыва можно было только в форме человека, либо глазом дракона, предметом, что получали адепты ордена путь дракона. Находился данный ковенант в одной из секретных локаций ДС и интересен тем, что помимо глаза дракона при вступлении в Орден, а также за повышение его ранга до определенного уровня, новоиспеченному адепту выдавались камни, превращающие его в драконида, который мог дышать огнем и создавать ударную волну. Использовать их можно было только сняв броню или шлем и применив камни на себя, герой оставался в обличии драконида до самой смерти, не имея при этом возможности одеть какую-либо одежду. С глазом дракона тоже связана одна особенность. Дело в том, что метка, оставляемая им, была вина лишь игрокам, в инвентаре которых находилась драконья чешуя, служившая для прокачки спецоружия и повышения уровня Ордена Драконов, за которую, собственно, и боролись дуэлянты. Еще одним условием для призыва духа дракона было отсутствие в мире хоста фантомов, неважно, дружественных или враждебных. Это выгодно отличало глаз от мелка, так как, призываясь по последнему, игрок мог нарваться на ганкеров. Группу из хоста с фантомами, которые специально могли призвать красного фантома для расправы. К слову, связь с сетевой составляющей и ковенантов в ДС выражалась, помимо ориентированных на ПВП орденов, еще и посредством различий по цвету, а в двух случаях и форме, меток призыва. Обычно, оставляемый геймерами знак дружественного фантома был белым. Однако, если игрок присоединялся к воинам света, то белый мелок ставил золотую метку, из которой при призыве появлялся фантом того же цвета, причем с характерным для этого ковенанта жестом, за что, кстати, в сообществе геймеров, состоящих в этом ордене, прозвали Санбро. Адепты Пути Дракона оставляли серую метку в виде глаза. При этом фантом, призванный с помощью этого знака, имел черную форму. Самой же необычной была метка, оставляемая членами ордена Слуги Повелителя Могил, которая появлялась в зараженных с помощью ока смерти мирах. Этот знак призыва, с помощью которого проклятые игроки могли вторгаться к приверженцу Нито в виде синих фантомов, был черным и имел привязку к хозяину, то есть появлялся на том месте, где в своем мире стоял слуга, а при его перемещении по локации обновлялся в зараженных мирах с промежутком от 10 секунд до 1 минуты. Дуэльный же красный мелок оставлял метку соответствующего цвета, и для его использования не требовалось членство в каком-то определенном ковенанте. ПВП Дарк Соулса пришелся по вкусу игрокам, и комьюнити даже разработала для него правила этикета при вторжении, сводившиеся к приветствую друг друга жестами, запрету на лечение во время поединка, а также турнирной системы при призыве хостом дружественных фантомов. Однако, как бы это помягче. В общем, соблюдали их не все, вернее не только лишь все, мало кто короче этикет ПВП Соулса в такой же странный предмет, как мед в песенке Винни-Пуха. Вроде бы есть, а вроде и нет. Следовали этим правилам считанные единицы. В остальных же случаях можно было дождаться бэкстеба при приветствии и лечении во время поединка. Причем, если хозяин мира лечился эстусом, то у вторженца фляжки были заблокированы, и он мог уповать только на человечность. Если, конечно, она у него была, хотя ворвавшийся фантом запросто мог убежать к мобам, которых, к слову, он теперь не мог убить. И тогда хосту приходилось разбираться и с вторженцем, и с врагами на уровне. А уж что касается дружественных фантомов, то в большинстве случаев все сводилось к банальной гангпати. Также, в некоторых локациях, например, Саду Темных Корней, этикет полностью игнорировался, так что порой требовалось натурально превозмогать. Как говорится, гид-гад. Соблюдение или пренебрежение правилами ПВП было полностью на совести игроков. Кто-то был за честные поединки, кто-то нет. Но при всем этом мультиплеер ДС был неотъемлемой и крайне веселой частью игры, по которой сообществом также проводились турниры. И именно этой составляющей Dark Souls интернет обязан появлением персонажа под названием Giant Dead. Началась история этого героя с того, что один из игроков в поисках идеального ПВП-билда нарядил своего протагониста в сет великана маску отца, падающую с одного из боссов, и снарядив пиромантией предметами на восстановление выносливости, а также двуручным мечом, зачаренным на хаос, выложил результат своих трудов на YouTube, тем самым явив миру эту легенду местного мультиплеера. Giant Dead запомнился благодаря своей победной позе, фразе Legends Never Dies, цепляющей музыки Extinction Existency, сопровождающей каждое видео с его участием, а также высокой живучести, огромному дамагу и тем, что при умелом обращении с этим билдом геймер мог держать противника в практически перманентном станоке. Но как на каждую хитрую гайку всегда находится болт с подходящей резьбой, так и на батю игроки нашли управу, попросту парируя его за счет низкой скорости удара двуручником или играя от зачарованного заклинанием клинок темной луны фальшиона, что в общем-то не помешало Giant Dead'у навсегда завоевать место в сердцах DS-комьюнити и породить множество мемов с его участием. К слову, на просторах мультиплеера первого DS Папаню можно встретить до сих пор, ведь однажды появившись на свет, легенды никогда не умирают. Однако, это утверждение работает не всегда, и подобного нельзя сказать о некоторых идеях, что были созданы девелоперами для игры в процессе разработки. Но по тем или иным причинам в релизную версию DS не вошли, и хоть вырезанный контент первого Dark Souls до уровня северных земель с Demon's Souls не дотягивает по масштабности утраты, в нем все равно встречаются весьма любопытные вещи. Помимо всевозможного оружия, доспехов, заклинаний, предметов, ключей, колец, моделек врагов, монологов персонажей и боссов, в котором не нашлось места, были и куда ценные для истории штуки. Так, например, в файлах игры были найдены неиспользованные модели Короля Нежити Джарила и ранее упомянутый концепт Ложи Хаоса. И если сложен, все более-менее понятно, то, что касается Короля Нежити, он, судя по неиспользованным репликам Ингварда, должен был находиться в руинах Нового Лонда и, являясь командующим армией темных духов, врагов этой локации, стать одним из боссов наравне с четырьмя королями, которого игрок должен был одолеть для снятия печати с города. Самым же серьезным кромсанием подверглись сюжетные линии Шивы с Востока и Оскара из Асторы. В игре Шива является простым торговцем, которого игрок встречает после вступления в Ковенант Листных Охотников. Однако, как стало известно, его история должна была быть более длинной. В вырезанном контенте Шивы искал клинок Хаоса и, если игрок, имея при себе это оружие, говорил с ним, то он просил отдать меч ему, после чего, вне зависимости от ответа, нападал на геймера и, в случае победы, сбегал в нарисованный мир. После этого игрок мог вторгнуться к Шиве с помощью черного ока и настучать по шлему любителю кривых клинков, а также его телохранителю. Примечательно, что линия Шивы во многом похожа на историю Сацуки, который также искал меч, и, если игрок приносил ему искомое, нападал на геймера. Опять же, вне зависимости от того, отдать ему клинок или нет. Что же касается Оскара и Засторы, то его история не должна была окончиться в прибежище нежити. Во время разработки предполагалось, что после встречи с геймером в прибежище он должен был появиться в Храме Огня и сопровождать игрока на протяжении игры. При этом, вне зависимости от выбора геймера между Фрамптом и Каасом, Оскар всегда оказывался на противоположной стороне и либо желал разжечь первое пламя, либо провозглашал себя истинным темным повелителем, становясь в конце прохождения враждебным. В конце концов, все сводилось к поединку с рыцарем Асторы в горниле первого пламени перед встречей с Гвинном, однако по каким-то причинам его сюжетную линию вырезали из финальной версии, и в ней Оскара можно встретить только умирающим в начале прохождения и в полной форме, если игрок возвращался в Dark Souls, выйдя в 2011 году на PlayStation 3 и Xbox 360, завоевала любовь миллионов игроков. Однако, пока консольные геймеры наслаждались игрой, пользователи персональных компьютеров, привлеченные заслуженными положительными оценками критиков и рецензиями от игровых журналов, чувствовали себя обделенными ввиду отсутствия игры на своей платформе. Несмотря на тот факт, что Dark Souls не являлась PS3-эксклюзивом, как в свое время Demon's Souls, разработчики почему-то забыли о ПК, как о потенциальной платформе для своей игры. Напомнить FromSoftware о том, что ПК-аудитория тоже хочет погонять полых по Лордрану, игроки решили при помощи мощи общественного мнения, заключавшегося в петиции о переносе Dark Souls на ПК, направленной в адрес нам Кабандай. В результате издательства всерьез заинтересовалась переносом игры на персоналки и после того, как петиция собрала более 60 тысяч голосов, анонсировала выход темных душ на самой православной из платформ. Услышав эту новость, ПК-игроки возрадовались, а некоторые консольные геймеры в свою очередь подали петицию с просьбой сохранить The Dark Souls статус консольного эксклюзива, мотивируя это тем, что на ПК процветает пиратство, моды и вообще релиз ПК-версии разрушит атмосферу игры для игрового сообщества, но на них никто особого внимания не обратил. Омрачали радостную новость о переезде Dark Souls на ПК лишь несколько факторов. Во-первых, FromSoftware честно предупредили, что портированием игр на ПК никогда не занимались и компьютерная версия будет прямым портом с консолей. Во-вторых, факт того, что издательство объявило о решении воспользоваться помощью ненавидимого многим сервиса Games for Windows Live. С заявлением разработчиков о прямом порте игроки ничего поделать не могли, им оставалось лишь уповать на совесть FromSoftware. А вот новость о необходимости ГФВЛ вызвала дружное народное негодование и очередную петицию о необходимости выхода игры в Steam. И хоть нам Кабандай были удивлены геймерской неприязнью ГФВЛ, все же и решили пойти навстречу трудовому народу и сообщили, что Dark Souls таки будет продаваться в Steam, что в общем-то не помешало им прикрутить к игре поддержку ГФВЛ. Мол, DS прекрасно работал, используя сервера Xbox Live на 360-ом, и качество обслуживания нямку устроило. Также японцы сказали, что ПК-издание под названием Dark Souls Prepare to Die Edition подвергнется расширению по сравнению с консольной версией и будет включать в себя дополнительный контент, который для консоли выпускать пока не планируют. После этого заявления консольные игроки вспенились уже всерьез и принялись закидывать всех причастных гнилыми помидорами. Видя, какой вал негодования надвигается со стороны приставочной аудитории, нам Кабандай, схватившись за голову, поспешили успокоить их, сообщив о том, что дополнительный контент ПК-версии посетит консоли в виде DLC под названием Artoria The Abyss. Таким образом, спустя год ПК-версия Dark Souls с подзаголовком Prepare Today Edition наконец увидела свет 24 августа 2012 года. В России игру издавала и локализировала компания 1С, которая в 2012 году стала эксклюзивным дистрибьютором нам Кабандай в РФ. Как разработчики и обещали, ПК-версия была расширена при помощи входящего в ее состав дополнения, которое было тесно вплетено в Lorde S. В Artoria The Abyss главный герой отправлялся в прошлое и узнавал историю поселка Алачиль, а также правду об упоминаемом в основной игре Арториасе, прозванном Путником Бездны, чье кольцо геймеры добывали для борьбы с четырьмя королями в оригинале. Однако FromSoftware не были бы сами собой, если бы не заставили игроков попотеть, прежде чем попасть в DLC. Для того, чтобы совершить увлекательное путешествие и узнать, что же на самом деле произошло с Арториасом, сперва нужно было освободить из золотого кристального голема принцессу Зарю Аллачиля, которая была одним из новых НПС, добавленных с дополнением. Спасенную Зарю можно было призвать как торговца при помощи ее знака, появлявшегося в озере темных корней. Там ее метка находилась вплоть до момента, пока игрок, попав в архивы герцога, не убивал синего кристального голема и не получал сломанную подвеску, служившую ключом в DLC. После этого знак призыва Зари пропадал, а на месте обитания золотого голема появлялся черный портал, подойдя к которому со сломанной подвеской игрок попадал таки в дополнение. И победив босса, что перекрывал дальнейший путь, отправлялся знакомиться с добавленным контентом. Первым, кого протагонист встречал в DLC, была Элизабет, говорящий гриб. Она рассказывала герою, что является стражем святилища и крестной матерью принцессы Зари. Говорила, что узнает героя по ауре, которую ей описала принцесса и просила игрока вытащить Зарю из еще одной передряги. Принцессу похитил разбушевавшийся Манус, по каким-то непонятным причинам ищущий некую подвеску, в которой скрыта древняя магия. Вдобавок ко всему, Элизабет рассказывала, что из-за угрозы поглощения Аллачиля Бездной сюда был отправлен один из четырех рыцарей Гвина, Артория, спутник Бездны. Но так как в нем не было не толики тьмы, она опасалась, что рыцарь не справится. Пройдя королевский лес, игрок встречал по пути дракона Каламита, являющегося что находился перед входом на арену боя с Арториасом. Этот персонаж по имени Чудесный Честер был более конкретен, чем Элизабет и говорил, что королевство Аллачиль погибло, когда Каас убедил жителей этой страны потревожить могилу Мануса, первого человека, того самого пигмея, что нашел в изначальном пламени душу, не похожую на те, что получили Гвин, ведьма Изолита и Нита. Это была темная душа и в отличие от трех повелителей, которые бросили вызов пресносущим драконам, Манус разделил полученную душу среди всех неживых, став первым человеком, а осколки той темной души стали известны как человечность. Частички темной души передавались через потомков Мануса и проявлялись у некоторых людей в виде знака тьмы, каковым клеймена вся нежить. Потревожив его могилу, жители Аллачиля пробудили Мануса, вместе с которым пришла бездна, еще одно порождение темной души, разрушившее королевство Аллачиль и превратившее его жителей в монстров, рабов, вышедшие из-под контроля человечности. Прибывший же Аллачиль вместе со своим верным другом волчонком Сифом Арториас, как и опасалась Элизабет, спустившись в бездну не справился с тьмой и когда его друга Сифа окружили фантомы похожие на человечность, использовал магию своего щита для создания защитного барьера. Оставив друга в безопасности, он продолжил свой путь навстречу с Манусом. Позже, потерпев поражение, Арториас вернулся в поселок Аллачиль, уже как порождение бездны. Здесь игрока встречает его избитого, одержимого, со сломанной левой рукой и доспехами изъеденными бездной, но все еще внушающего страх своим врагам. Самое интересное, что Арториас также имел вырезанный контент в виде диалогов, до которых, тем не менее, геймерам удалось добраться. Судя по ним, путник не был до конца поглощен бездной и при появлении игрока на арене должен был предостерегать о том, что скоро его поглотит тьма и он станет опасен. Просил героя остановить бездну и так далее. Даровав Арториасу покой и миновав разрушенный и искаженный поселок Алачиль с его подземельями, герой попадал в ущелье бездны, пройдя которое заходил на прием к Манусу отцу бездны. Пустив на винегрет первого человека, игрок спасал принцессу Зарю и тем самым завершал сюжетную ветку дополнения. DLC Артория The Abyss вышла по-настоящему увлекательным и хардкорным, наполненным интересными противниками и персонажами. С помощью него From Software дополнили и расширили и без того глубокий лор оригинальной игры. Вместе с дополнением в оригинале появились не только события, проливающие свет на историю сэра Арториаса, но и некоторые дополнительные сцены. Так у игрока появлялась возможность взглянуть на бой с великим волком Сифом под другим углом. Если игрок благодаря Альвине находил и спасал волчонка в ущелье бездны перед боем с Сифом для получения кольца Арториаса, то придя после этого к боссу сада темных корней, видел другую заставку начала боя с великим волком. В этой заставке Сиф узнавал своего спасителя, но все же, хоть и с неохотой, поднимал меч Арториаса и начинал бой. КОНЕЦ Также в дополнение девелоперы несколько изменили подход к иллюзорным стенам. Так как DLC было связано с тьмой, открывать замаскированные двери теперь приходилось с помощью света. Что же касается боссов в DLC, то по сравнению с оригиналом четверо из Алла Чиля были более подвижными и шустрыми противниками, из-за чего игрокам приходилось попотеть для достижения победы. О любителях PvP FromSoftware тоже не забыли. Для них в DLC добавили битву за стоицизм в специальную локацию, в которой почитатели онлайновых сражений могли устраивать целые турниры. В битве за стоицизм существовало три типа сражений дуэль, командная дуэль и дезматч на четыре человека. Вернув закуток справа после арены Арториаса, не доходя до костра в поселке и при помощи бонфайров, расположенных в коридоре, выбрать понравившийся режим битвы, после чего персонажа переносило в лобби, где он мог ознакомиться с правилами. Они были просты, лечение не допускалось, мордобой длился три минуты и по его завершению победитель получал великую корону, а его имя заносилось в список легенд, ознакомиться с которым можно было в закутке с кострами. И в целом битва за стоицизм получилась мертворожденной, так как за победу на арене давали только короны и ничего кроме них в скором времени участниками битвы стали лишь те, кто желал потешить свое ЧСВ и попасть на доску почета. Остальные же игроки облюбовали площадку возле костра ввиду близости бонфайра, от которого в случае смерти не нужно было бежать за километр к своему кровавому отпечатку через толпы врагов. На этом месте, ставшем одной из негласных ПВП арен игры, поток вторжений и призывов не прекращался и не прекращается по сей день. А что же до стоицизма? Ну, он есть. И хоть оригиналы и дополнения были отличными, это не умаляло того факта, что играть на ПК в Dark Souls Prepare to Die Edition было практически невозможно. Разработчики не соврали, когда говорили о прямом порте с консолей. У некоторых пользователей возникали проблемы с банальным запуском игры, бесконечные лаги, фризы, разрешение экрана оставалось зафиксированным на 1024 на 720 пикселей и попытки сменить его ни к чему не приводили. FPS был залочен на 30 кадров в секунду, а просадки частоты кадров, встречавшиеся на консолях, в ПК-версии случались практически повсеместно. Управление же с клавиатурой и мыши было просто за гранью добра и зла. Нет, конечно, до уровня портирования Resident Evil 4 ПК-версии Dark Souls было далеко, но проблемы были. Курсор мыши после запуска оставался на экране и не исчезал. При этом сенса была просто дикой, из-за чего порой приходилось наблюдать вместо плавного перемещения камеры ее бьющийся в эпилептическом припадке аналог. Кнопки управления разработчики решили не переименовывать и оставили иконки геймпада Xbox 360. Поэтому, когда кто-то впервые запускал игру, ему приходилось порой перебирать практически все клавиши в поисках нужной. Раскладка же самой клавиатуры по умолчанию похоже перекочевала прямиком из Японии, поскольку даже для банального выхода в меню игры приходилось либо заниматься перебором, либо сворачивать игру и лезть в интернет за советом. Проблема управления решалась в принципе легко. Как заметил в интервью одному сайту господин Миядзаки, играть в Dark Souls на ПК лучше всего с геймпадом, а с решением проблемы графики и разрешением все оказалось куда смешнее. Буквально через несколько дней после выхода игры на ПК пользователь профильного форума NeoGav под ником Durant выпустил патч под простеньким названием Days Fix, который исправлял большинство графических проблем Dark Souls Preper2D Edition. Вопрос о том, что мешало разработчикам самим сделать подобный патч, мучает некоторых и по сей день. Ну и не стоит забывать о том, что DS поддерживала боготворимые игроками сервис Games for Windows Live. Из-за поддержки GFWL призывы и вторжения в Dark Souls стали чем-то вроде праздника, так как вторгнуться к кому-нибудь или дождаться ответа на призыв порой было не проще, чем приблизить Новый год. Еще GFWL любил терять пользовательский прогресс, поэтому зайдя в один прекрасный момент в игру, можно было с легкостью обнаружить, что твои захоронения исчезли. Однако летом 2013 года Microsoft прикрыла Marketplace, а вслед за ним 1 июля 2014 года издох и без того прокаженный лайв. Поэтому в мае 2014 года нам Кабандай пообещала подыскать для DS новую платформу, которая обеспечит игре сетевые функции. И в декабре 2014 года Dark Souls отпраздновал полный переезд в сервис Valve вместе со всем прогрессом и достижениями из GFWL, что в общем-то не решило всех проблем, в том числе и с онлайном. Дело в том, что хоть игра слезла с сервиса мелкомягких, ее сетевой код был, мягко говоря, далек от идеала, и даже без лайва онлайн часто сбоил. Также в DS отсутствовал античит, и вторгающиеся читеры были нормой. Видя, что разработчики с мультиплеером ничего делать не собираются, игроки, как и в случае с оптимизацией. Взяли дело в свои руки и создали Dark Souls Connectivity Mode, программу, позволяющую более стабильно играть по сети, а также античит под названием Dark Souls PvP Watchdog, дававший возможность не только вычислять читерастов, но и самостоятельно вышвыривать их из своего мира, и хоть это не решило всех проблем, играть по сети все же стало более комфортно. К слову, с модами для игры при переезде в магазинчик дядюшки Гейба приключилась неприятная история. Так, в Steamworks модификации, установленные геймерами, переставали работать. Это касалось и DS-FIX, исправляющего технические проблемы. Игроки, конечно, начали ставить полезную заплатку обратно, однако нямки неожиданно начали пениться и удалять исправление. Мотивировала бандай-нямка свою деятельность законом об авторском праве в 21 веке, причем издательство вознамерилось удалить все ссылки на DS-FIX из интернета. В ответ на это безобразие создатель Мода Дюрант заявил нямкам, что файл весом в 231 килобайт не содержит материала игры. Как выяснилось позже, DS-FIX просто попал под горячую руку разработчиков, удалявших по всему интернету патчи для дебаг-версии Dark Souls. Здесь бы стоило завершить рассказ, но так уж получилось, что 3 марта 2017 года компания Nintendo выпустила свою новую консоль под незатейливым названием Nintendo Switch, и в декабре того же года поползли слухи о ремастере первого дарка для данной платформы. Как выяснилось, слухи оказались правдой. Ремастер действительно сделали, и он осчастливил не только вышеозвученную консоль, но и PS4, и Xbox One, а также православную платформу. 25 мая 2018 года интересным в истории с ремастером является то, что после анонса переиздания по сети поползли слухи о скидке на него для обладателей оригинальной ПК-версии, но к сожалению компания Bandai Namco через своего представителя заявила, что никакой скидки не планируется, и цена для всех будет одна. Жадины. Впрочем, скоро нямки пошли на компромисс и объявили, что обладатели Dark Souls Prepare 2 Day Edition смогут обновиться до ремастера по сниженной цене, а оригинал же в стиме с выгодом переиздания стал недоступен для покупки. Что же касается самого ремастера, то разработанная польской компанией Q-Log при поддержке FromSoftor переиздания, помимо подкрученной графики, поддержки высоких разрешений и 60 фпс включала в себя ряд более глобальных изменений. Самыми весомыми были перемены в сетевой игре, где для подбора игроков теперь использовался выделенный сервер, который тем не менее не влиял на соединение, оно по-прежнему работало через систему пир-то-пир. Также расширился мультиплеер, теперь совместно могли играть до 6 человек, и появилась возможность призыва по паролю. Причем, если разница в уровнях между хостом и фантомом была велика, то характеристики последнего при призыве уменьшались. Пвп у вторженцев появилась возможность лечиться эстусом, но количество фляжек при этом уменьшалось наполовину, как собственно и у дружественных фантомов, чье число, к слову, во время пвп было ограничено, что конечно же никак не повлияло на ганкеров. Еще была введена система подбора игроков при призыве вторжения по уровню улучшения их оружия, и теперь, помимо расчета диапазона уровня персонажа, вычислялся текущий уровень прокаченности его пушки, который закреплялся за героем, и уменьшить его уже было невозможно. Помимо этого, среди изменений были добавленные спустя 7 лет в ПК-версию иконки кнопок клавиатуры, возможность сменить ковенант у костра, не боясь получить за это грех, что лично я считаю казуальной херней, около кузнеца Вамаса теперь появился костер, к которому можно было переноситься с помощью чаши, подбираемые предметы теперь не назначались автоматом в свободный слот, призраки других игроков возникающие на локациях и из кровавых пятен стали более заметными сами же кровавые шлепки стали более похожи именно на пятна костры обзавелись настоящим огнем вместо оранжевых тентаклей из оригинала а в инвентаре и при подъеме ранга ковенанта появилась возможность использовать несколько одинаковых предметов за раз за что спасибо на этом мой рассказ о первой номерной части серии соулс заканчивается взяв для дарк соулс лучшие идеи из предшественницы приумножив и приправив их новыми механиками From Software явили миру видеоигр поистине великолепное произведение которое не смог испортить даже крайне скверный ПК-порт оставаясь экшен-РПГ с видом от третьего лица ДС как и Демон Соулс был суровый и бескомпромиссный в плане взаимодействия с геймером игрой в которой не прощают ошибок и учат преодолевать препятствия не с помощью всевозможных послаблений и подсказок а посредством множества смертей героя попавшего в мрачный кишащий самыми разнообразными ловушками и врагами неприветливый но такой притягательный для исследования мир Лордран чей лор подобно истории Балитарского королевства был сокрыт в описаниях предметов и разговорах НПС ничего не объяснял и уж тем более ничего не требовал от игроков предоставляя им лишь возможность проверить крепость своих нервов и проявить стойкость в сражениях с агрессивными обитателями этого места и постигании своей истории взамен же Дарк Соулс вознаграждал геймера что сошелся в бою с очередным боссом невероятными эмоциями во время мордобоя чей исход как и прежде зависел не от уровня персонажа а от навыков самого игрока и неповторимым чувством победы в котором кроется главное сокровище игр серии благодаря такому подходу новая игра от Фром Софтер смогла снискать любовь как критиков так и игроков заработав кучу заслуженных наград и хвалебных отзывов что ж на этом у меня все с вами был Пилигрим берегите свою человечность и до встречи в третьей части истории серии Соулс Субтитры создавал DimaTorzok